Нереальность, условность, символизм. Именно так можно охарактеризовать работы Владимира Слободчикова. Занимаясь трансформацией темы и образа, он создал свой узнаваемый стиль, который не вписывается в искусствоведческие шаблоны. Тонкая, едва уловимая насечка покрывает поверхность работы, создавая блики. Святотель мерцает на фактуре. Так автор лишает формы материальности. Во дворце Румянцевых и Паскевичей можно увидеть более 30 работ мастеров, в том числе рельефы из цикла «Знаки на песке». Выставка получилась ретроспективной, так как известный скульптор демонстрирует свою индивидуальную позицию в творчестве более 40 лет. Он является почетным членом Российской академии художеств и членом Королевского общества британских скульпторов, а также заслуженным деятелем искусств Белоруссии и профессором кафедры скульптуры Белорусской академии искусств. Кстати, сам Владимир Слободчиков приедет на презентацию экспозиции «Сублимация формы» 30 июля. 1 на 50 тысяч. Выставка графики Анатолия Щеголева открылась в Музее истории города Гомеля. В экспозиции представлены 25 рисунков, которые художник-карикутурист из Речицы сделал для газеты «Знамя юности». Очень выразительные, веселые и где-то даже ироничные рисунки Анатолия около года сопровождают статьи журналистов. На открытии экспозиции гости узнали, как при создании рисунка для газеты угадать размер деталей, правильно подобрать шрифт и цвет. Знаменитый спектакль Купаловского театра «Радиво Прудок» завершил свои полесские гастроли в Гомеле. Постановку создали по одноименной книге минского журналиста и дворника Купаловского театра Андрея Горвата. В формате художественных фейсбук-дневников автор рассказывал про свой переезд из Минска в дом деда в деревне Прудок Калинковического района, про возвращение корням и родной земле. В спектакле заняты три актера, которые исполняют 15 ролей. Атмосферу дополняют 50 оригинальных треков, написанных участниками труппы, а также нарисованные от руки сложные световые проекции. За год сценической жизни постановка собрала 39 аншлагов. А напоследок обзор киноновинок следующей недели. 1 августа в прокат выходят три премьеры. Погони, перестрелки и скорость. Спецагент и стрелок Люк Хоббс вынужден объединиться со своим старым врагом, преступником Декардом Шоу, чтобы противостоять терроризму. Таков сюжет летнего блокбастера «Форсаж Хоббс и Шоу» с Дуэном Джонсоном и Джейсоном Стетхэмом в главных ролях. Комедийный фильм ужасов «Маленькое красное платье» расскажет кровавую историю универмага в Южной Англии и проклятого платья, которое идеально подходит к каждой, кто его примерит. Оно делает женщину желанной, но у платья есть цена, и не каждый может ее заплатить. Подарок самым маленьким – мультфильм «Руслан и Людмила. Перезагрузка». История любви артиста Руслана и принцессы Людмилы разворачивается в древнем Киеве. К счастью влюбленных мешает злой колдун Черномор, который похищает девушку. Руслан пускается в погоню, чтобы спасти любимую. С культурными событиями региона вас знакомили Анна Корольчук и Павел Антонов. Обзор подготовлен специально для программы «Новости недели».